Приветствую вас, и проблему вашу можно решить через несколько аспектов. Пожалуй, первый аспект, это аспект факта расставания вашей девушке, которая сказала, что у вас нету точек соприкосновения, что вы друг другу не подходите, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, который я хотел бы вам задать, заключается в том, почему вы приняли это на свой счет. То есть, почему вы посчитали, что именно вы ответственны по виду и виноваты в том, что, собственно говоря, девушка вас бросила. Она сказала лишь только то, что вы слишком разные люди. Вот это ее слова. Вы разные люди, а вместе вам быть нельзя, потому что у вас очень мало точек соприкосновения, из-за того, что у вас разные интересы, разные взгляды и прочее, прочее, прочее. И это совершенно нормально. Нормально, что вы разные люди. Нормально, что у вас разные взгляды. Но почему вы восприняли это, как некое, знаете, как некое, некое такое, некое оскорбление для себя? Друзья, этот момент нужно пояснить. Если девушка, сама того не желая, задела ваше больное место, то есть, например, вы и раньше были не очень уверены в себе, не уверены были, что можете, например, там, как-то, знаете, да, соотнести себя с другим человеком, построить отношения, там, и если вы раньше не были до конца уверены, например, в том, что вы сможете подход найти к девушке, там, допустим, и так далее, и так далее, и так далее, то нет ничего удивительного в том, что, когда она так сказала, она всколыхнула ваши предыдущие страхи какие-то, ваши сомнения в себе, и это повлияло на то, что, собственно говоря, вы теперь в себе не уверены. Так вот, именно по той причине, что вы в себе не уверены, именно по этой причине вы теперь и опасаетесь того, что вас бросают. Давайте мы с вами подумаем вот о чем. А почему, собственно говоря, вы вообще боитесь того, что вас бросают? Ну, вот, например, девушка ушла, да, девушка ушла ваша. Понятно, она ушла потому, что, ну, не была с вами счастлива. Вы не смогли сделать ее счастливой, но это не ваша вина. Это просто-напросто означает, что вы слишком разные. И все. Больше, как бы, это ничего не значит. Но вам эта девушка стыдя, потому что вы переживаете, была очень дорога, она вам была нужна, вы боитесь, потому что, вы боитесь, что вас бросит, потому что вам люди нужны для чего-то, для чего-то вам нужны люди, для чего-то, что вы хотите через этих людей получить, что вы получаете через девушку, что вы получаете через свою первую девушку, что вы хотите получать через других девушек, чего вам не хватает лично для себя. Это первый момент. Если уверенность в себе, там, я не знаю, мудрственности или что-то еще вот такого плана, то это нужно вам обязательно получать самостоятельно, без обязательного переноса на другого человека, то есть на девушку. Вы так просто-напросто являетесь зависимым от девушки. А это не есть хорошо. Это первый момент, который я вам хотел сказать. А, значит, второй момент, это то, что вам нужно для себя определить ваши, вот, собственно, сомнения в себе. То есть в чем эти ваши сомнения в себе выражаются? В чем они конкретно проявляются? И нужно работать над тем же, чтобы сомнений в себе, неуверенности в себе не было. Потому что, когда вы говорите, что я боюсь, что меня бросит, это значит, что вы боитесь что-то потерять, что вы видите в этой девушке. Вы боитесь что-то потерять из того, что вы получаете или хотите получить от нее, от этой девушки. Вот, собственно, в этом и заключается ваша проблема. Что вы лично заинтересованы в том, чтобы у вас были отношения с девушкой. А в действительности так, в действительности, то если так подумать, то в отношения люди вступают, будучи кем? Будучи независимыми, равноправными и свободными. Вы не являетесь свободными, когда вступаете в отношения с девушками, никогда знакомитесь с ними, потому что вы уже через чур от них зависите. Вы зависите от нее, потому что они вам, по вашему мнению, должны что-то дать, чего вы очень хотите и чего вы боитесь потерять. Вот как вследствие всего этого и ваш страх. Потому что через чур сильная мотивация, а вы очень сильно замотивированы на то, чтобы построить отношения с девушками, порождает неправильное поведение, неправильное использование своих средств, которые у вас есть. Там, где нужно вести себя репродуктивно, то есть типовые модели использования в поведении, вы выделите себя творчески, и из-за этого вам можно есть все ваши проблемы. Кстати говоря, как девушка обставила то, что вы расстались, то есть то, что она сказала вам, то, что требует, вообще-то говоря, отдельного разбора, потому что пока не очень понятно, как это у вас произошло. То есть она сказала, если вы слишком разные люди, но вы не встречались, если бы все было хорошо до определенного момента, а что-то случилось потом, почему вы расстались? Возможно, имеет место просто неправильно выраженное и не до конца пережит переживание и впечатление относительно расставания с девушкой, которое, если вы переживете, то все у вас будет хорошо, и вы не будете волноваться и переживать по этому поводу в дальнейшем. По крайней мере, вот я думаю именно так, что у вас не будет проблем, если вы правильно оцените, правильно будете видеть эту ситуацию. Возможно, вы как раз еще себя вините в том, что произошло с вашими отношениями, с девушками, с девушкой и так далее. Если вы действительно себя вините, то не стоит этого делать, потому что вы ни в чем не виноваты. Другое дело, что вы получили какой-то опыт, возможно, вам нужно подкорректировать свое поведение, возможно, нужно больше девушками интересоваться, в большей степени обращать внимание на них, а не на себя. Это да, может быть. Но если вы этого не делали, до этого, раньше, если вы этого не делали, то, опять-таки, вы не могли знать того, как нужно, как правильно это все делать. Потому что первый раз живем и опыта набираемся лишь только протепенно, лишь только современно, понимаете? Нельзя сразу, знаете, получить весь опыт в жизни. Вот вы какой-то опыт получили? Хорошо. Его нужно воспринимать правильно. Его нужно воспринимать адекватно, а не бояться его повторения. Ну и, как я уже сказал, важный вот этот момент, о котором я упоминал в начале, что нужно, чтобы вы не боялись, что вы отбросили. Потому что никто никогда не может гарантировать, к сожалению, стопроцентный успех в отношениях. Никто не может этого гарантировать. И вам не нужно бояться этого, потому что это равносто лотерея. Чтобы не бояться, не нужно быть зависимым, понимаете? Вот я думаю, что так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я думаю, что именно так можно вам в этом ключе, вам нужно двигаться. То есть, конечно, за один ответ вряд ли можно решить вашу проблему, потому что она была создана серьезная, серьезная. Вот. Но вам нужно действовать в тех направлениях, которые я сказал, и тогда, я думаю, ситуация станет гораздо лучше, и ситуация станет гораздо легкой для вашего переживания, для вашего восприятия, и вы сможете в ней уже нормально существовать. Хотя бы. Вот, в принципе, все то, что я хотел вам сказать, в принципе. Если остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!